Серёж, разбирали ли сегодняшний матч именно с точки зрения, что, скорее всего, Россия и Италия будут бороться за третье место в группе. И в этом плане это, в общем-то, был матч за выход из группы. Да, конечно, разбирали. Первую игру хотелось начать с победы. Но сегодня при такой ужасной игре, в защите от упадения и подбор проиграли. Поэтому мало шансов было выиграть. Да, в второй половине сократили отставание, но в Италии было большое преимущество в очках. Поэтому грамотно использовали, гоняли мяч, оставляли нас в полиции и штрафные в конце дни маски. Поэтому в Италии заслуживает победила с лучшим. Ну, чем-то удивил вообще соперник, всё-таки запредельный процент был. И чем-то удивило, сами плохо играли, поэтому даже дальше такой будет играть. Игру без больших слифтопедеролей бросать, большинские. Правда, не думаю, что таким сумасшедшим процентом будет попасть. Согласен, что, в принципе, не достают взаимопонимания. Уже озвучивалась эта проблема, что мало было времени на подготовку. Но, с другой стороны, и соперники тоже время. Ну, сейчас ещё после прожившей, конечно, какие-то оправдания искать. Поэтому все в одинаковых условиях. Поэтому здесь самое последнее оправдание искать. Поэтому Италия сегодня дослуженно выиграла. Мы очень плохо играли, поэтому никаких там оправданий искать не было. Все-таки, кроме того, что у Италии очень хороший процент был, много было ошибок и у нас. И если что-то можно, не глобальных каких-то ошибок, а каких-то мелких поправить, то что можно поправить? Ну, надо везде по чуть-чуть и в нападении, и в защите, и в подборе. Хотя подбор выиграть, я уже сегодня подбор. Все спорные мячи, они почти выиграли. Поэтому так после игры тяжело говорить, но вначале что-то вообще непохожие были цены на себя. Сереж, вот сейчас очень неприятный вопрос будет, но после поражения не обойтись без них. Все-таки, если скрипя сердце, так можно признать, что сборная России сегодня банально характера не хватила. И если нет, то как тогда объяснить, то что догнали-догнали, уже почти до 4 очков сократили. Ну, это не отсутствие характера, когда догнали и там 4 очка просто в конце попали, они потеряли мячей. Поэтому ребята готовили целый месяц и так, чтобы прийти и просто проиграть в первой же игре. Понятно, что некоторые игроки вообще первый раз на таком уровне играют. Поэтому много допущено детских ошибок, так скажем. Что это вот такой подбор проиграли, наверное, самое главное. Все спорные мячи они взяли, но еще процент получаешь. Каких-то оправданий нет, стали более сильнее, мы сегодня играли уже. Но все-таки это тоже фактор, да, что много неопытных игроков, а неопытных на уровне первой сборной. Да, ну, сейчас можно много искать оправданий, да, и одно, и другое, и третье. Вот сейчас надо уже все, времени нет, забыть все, и завтра настраиваться, и выходите играть. Что сейчас искать, крайне. А на греков выходить теперь как? С таким, когда они плюс 28 только что выиграли? Ну, как выходить? Или просто забыть? Выходите играть, что еще делать, что облегать, что? Будем выходить играть, так, как получится. Никто не боится, поэтому проиграем, что же тебе. Жизнь продолжается еще, надо выходить играть, бороться. Поэтому перед самим собой главное быть, чтобы не стыдно. Да, чтобы не стыдно. Спасибо.